Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами поговорим, как разместить виноград на участке и сколько его можно разместить. Часто вы спрашиваете, видя мои обзоры, где же у вас все это поместилось. Вот, собственно, об этом сегодня и пойдет речь. Итак, у нас участок 6 соток и на этом участке, почему я говорю на этом, рядышком еще есть участок наших родителей, где тоже у нас высажен виноград. Так вот, на нашем участке на сегодняшний день сидит 67 сортов винограда и еще есть 3 места, которые мы засадим в этом сезоне. Итого 70. Как все это разместить и вообще как размещать виноград на участке? Ну, конечно, в идеале это выбирать самые светлые, самые солнечные, самые теплые места. Раз. Во-вторых, если вы собираетесь садить несколько кустов, то тоже в идеале, чтобы они где-то сидели в один рядок, потому что так вам будет проще потом делать шпалеры, чем если кусты садить разрозненно. Оптимальное расстояние между кустами это 3 на 3 метра, 3 в междурядье и 3 в ряду. Но на наших маленьких участках, ну, как бы это, конечно, возможно, но мы местом ограничены, аппетиты большие, поэтому где-то мы садим гуще. На двухплоскостных шпалерах мы садим где-то там в районе 2,50-2,70, то есть немножко расстояние меньше. Преимущество 1 и 2 плоскостных шпалер, мы об этом поговорим как-нибудь отдельно. Ну, вот сейчас пройдемся по участку, да, и я вам покажу, как все это размещено. Идеальное расположение шпалеры это с севера на юг, особенно если это шпалера двуплоскостная, тогда вообще очень здорово, то есть виноград максимально освещается. Но не всегда у нас так выходит. Вот этот вот ряд, как раз сейчас виноград еще укрыт, хорошо видно, вот этот ряд у нас как раз-таки с севера на юг получается. Ну, вот эти шпалеры, они расположены с запада на восток, ну, так получается. То есть мы максимально сдействовали все прямые линии, которые были у нас на участке. И смотрите, я вам говорила о том, что идеальное расстояние между рядами 3 метра. Здесь, конечно, получится меньше, но почему мы так делали, недостаток места. Сначала появилась шпалера вдоль дома, вот эта, а затем появилась шпалера напротив. При этом вот эта шпалера, она двуплоскостная, ну, понятно, что та, которая рядом с домом, она одноплоскостная. И, конечно, когда здесь лето, бурный рост, то надо сказать, что она не очень хорошо освещается, несмотря на то, что дом дает эффект пристенка. Ну, и здесь у нас ранние сорта, и они вполне всегда хорошо созревают. Во время древесина у них созревает. Но если у вас особенно такой более северный регион, то, конечно, вот такая посадка может сопровождаться определенными рисками. То есть, если ради экономии места мы где-то садим в более таком затененном положении, значит, надо садить туда более ранние сорта, чтобы они точно успели. Ну, вот у нас успевают. Смотрите, напомню, мы задействовали максимальные линии. Перед домом у нас тоже шпалера. Здесь, получается, это западная сторона, и солнце приходит, ну, днем оно освещается сбоку, а дальше приходит где-то ближе к вечеру. То есть, на самом деле, полдня здесь тень. Тем не менее, та же Аркадия, про которую часто говорят, что у нее и проблемы с созреванием лозы, и она может в наших регионах не успевать созреть. У нас она успевает. Да, с одной стороны, конечно, есть эффект пристенка, с другой стороны, напомню, что полдня здесь тень. Ну, конечно, вдоль дома у нас шпалеры одноплоскостные. Ну, повторюсь, про шпалеры как-нибудь отдельно. Да, когда я показывала расположение вот такого винограда возле дома, несколько раз были такие комментарии, что ай-яй-яй, а как же фундамент? А что здесь делается фундаменту? В наших условиях виноградные корни, ну и в принципе, корни винограда, они не глупые. Они идут туда, где им вкусно, где им есть питание. Вот смотрите, например, здесь перед домом, вот здесь у меня сидят розы, которые я достаточно хорошо подкармливаю. Все, что остается, когда мы делаем настой навоза для винограда, мы поливаем настоем, гуща, достается розам. Здесь обалденно плодородная земля, вот если чуть-чуть даже руками копнуть, там просто царство дождевых червей, которые эту почву превращают в полезный гумус. Так вот, вот здесь виноградные корни, чего им делать под фундаментом? Чего им пытаться туда проникнуть, если вот им рядышком хватает вкусной еды? Они туда просто не идут, и поэтому никакого урона фундаменту здесь нету и быть не может. Никакая там влага сильно не скапливается, ничего там такого страшного не происходит, по крайней мере, на наш век этого дома, этого фундамента хватит более чем. Такая же ситуация и здесь. Здесь мы подкармливаем, здесь мы мульчируем, и корни идут там, где им вкусно. Вот еще один пример размещения виноградника у дома. Это, получается, юго-западный перестенок. Ну, как видите, здесь, если возле нашего дома мы делали близко к стенке, то здесь сделали и дальше, ну, потому что нам так было здесь удобнее, то есть оставили проход между домом и шпалерой. Вот еще один пример, как мы обыгрываем прямые линии, которые вообще есть на участке. Здесь беседка, как видите, стоит она так немножечко углом, и все, что было более-менее освещаемое, все задействовано под виноград. Кстати, ну, я потом покажу тоже в сезон. Вопросы были, как формировать виноградные беседки. Формируем точно так же, как и на всех остальных шпалерах. Веерная формировка, и летом у нас здесь красивая зеленая стена, которая скрывает нас от посторонних взглядов. То есть вот здесь вот тоже мы задействовали. Причем здесь у нас сидит три куста. Два по углам и один по центру. Ну, единственное, что вот тот вот дальний куст, ему там темновато. Ввиду того, что вот здесь рядом шпалера, возможно, что мы его куда-нибудь перенесем. То есть там места не очень. Ну, два куста сюда смело можно садить. Здесь прямая линия границы с соседом. Вот это как раз получается расположение с севера на юг. Все прямые границы, все, что вдоль заборов, также у нас задействовано. Единственный важный момент. Мы всегда отступаем расстояние, положенное от границ. Метр можно садить кусты им ближе? Нет. Поэтому везде это расстояние соблюдено. Ну, и там вот свободно, правда, там у нас еще доски лежат. А здесь соседское строение. Ну, для нас оно играет определенную роль пристенка. Понятно, что с утра мы несколько теряем в солнечном свете. Ну, зато немножечко получаем эффект пристенка. Еще один забор. Еще одна шпалера. Вот это уже с запада на восток. Шпалера двуплоскостная. И заметьте, поскольку там у соседей это их живая изгородь, девичий виноград, то на той стороне получается тень. Практически всегда. Ну, здесь сидят ранние сорта, которые вполне успевают созревать. Конечно, если бы эти ранние сорта сидели на солнце, то они бы могли созревать еще раньше. Повторю, что места недостаточно, поэтому уже садим, как получается. Вместе с тем мы всегда с урожаем. Еще одна шпалера с севера на юг. Параллельно идет той, которая вдоль забора. Между ними можно разместить еще одну, но пока не доходят до этого руки. То есть надо определенное место для стройматериалов, поэтому пока здесь свободно. И уже здесь тоже, это запад-восток, здесь мы выделили целых три ряда. Сначала было два, и в прошлом году добавили еще один молодежь. То есть здесь мы вообще максимально задействовали пространство. Ну, я думаю, что вы заметили, что кроме винограда у нас практически больше ничего не растет. Сначала росли деревья, но одной весной получилось так, что они самоустранились. Много деревьев погибло, когда была очень холодная весна и экстремальная температура. Много деревьев погибло и освободило нам место для винограда. Некоторые деревья мы убрали сами, понимая, что у нас приоритет именно на эту культуру. Вот у нас осталась одна яблонька, там дальше осталась одна грушка, колонка. Ну и, собственно говоря, все. Яблоньку будем смотреть, может быть, тоже уберем, чтобы она здесь не мешала, не создавала тень. Здесь у нас еще голубика в междуряде. Ну, вполне неплохо соседствует голубика и виноград. Единственное, что, конечно, вопрос с обработками, то есть обработки вот этих шпалер системными препаратами я заканчиваю с нормальным сроком, чтобы ничего не попадало на голубику, потому что голубика начинает плодоносить уже в конце июня. Соответственно, если размещать виноград на участке, то надо смотреть в том числе и соседнюю культуру, потому что если нам приходится обрабатывать, либо мы обрабатываем какими-то мягкими препаратами с коротким сроком действия, ну, либо размещаем где-то отдельно, чтобы ничего друг на друга не попадало, потому что эту ягоду есть нам. Ну, еще тепличка, там у нас тоже виноград. И напоминаю, что идеальное расстояние между кустами это 3 метра, ну, до дефицита места мы это расстояние несколько сократили, причем мы используем систему нулевого куста, либо формировку со смещенной зоной плодоношения. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на ролик по формировке, где вы сможете это посмотреть. То есть в начале шпалера у нас тоже сидит по одному кусту. Таким образом, мы можем размещать несколько больше растений, чем при классическом варианте. Конечно, чем больше мы даем расстояние свободы к кустам, тем расти им проще, тем может быть проще уход и подкормки. Но нам приходится считаться с нашими возможностями, поэтому, когда мы садим чуть плотнее, то мы уделяем несколько больше внимания подкормкам, несколько больше внимания нормировкам, и таким образом получаем хороший урожай, вовремя который нас радует. И как итог, то есть видите, мы максимально используем то пространство, которое у нас есть, максимально используем все продольные линии, можно в принципе здесь посадить еще, чуть-чуть уплотниться. Так что все более чем реально. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на другие полезные ролики, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч! До новых встреч!